Максим, вы стали гемологом, живя уже в Бельгии. А как так случилось? Почему? Я же работал гидом, и как всякий гид, работающий в Бельгии, в Брюсселе, в Антверпене, в Генте, в Брюге, я периодически в Антверпене получал просьбу от клиентов показать бриллиантовый квартал людей, которые знают, что Антверпене – это мировая столица бриллиантов. Точно так же, как я выучил что-то про шоколад, про пиво, не будучи пивоваром или мэтром шоколатье, я должен что-то знать, где хорошие рестораны. А почему я все-таки стал учить бриллианты? У меня отец геолог. Я вырос в доме, окруженный камнями, и мне выучить это было бы стыдно. Поэтому в 2010 году впервые я пошел на курсы, потом многократно еще учился, я стал дипломированным оценщиком бриллиантов, учился и на цветные камни, на корунды. Корунды – это рубины сапфиры. Вы понимаете, что это одна и та же химическая формула, но вот сапфиры красного цвета называются рубинами, да? Учился на изумруды, это очень интересно тоже. И постоянные курсы повышения квалификации, во-первых, для того, чтобы вспомнили глаза, как нужно смотреть. А кроме того, появляются новые, появляются синтетические камни. Вот до сих пор то, что мы получали – сертифицированный оценщик бриллиантов Максим Шакиров. Я тогда получил, и мне это нравится. Сейчас я работаю гидом и с коронавирусом меньше, и консультирую как гемолог. Как называется учебное заведение? Ашерде – Хогес Ратван Демат – высший совет по бриллиантам. Надо понимать, что это самое большое в мире научное учреждение, занимающиеся бриллиант-ведением. То есть, вот, эталонные камни для лаборатории ЖЭА, про которую все говорят. А, ЖЭА. Извините, я произношу это на французский манер, потому что я учился по-французски, потому что здесь я говорю по-французски. Ну, так вот, эталоны в американскую лабораторию посылают из Антверкона. Ну, вот так по исторической сложимости. Я считаю, что это две одинаковые по концу сертификатов лаборатории. Американская более раскручена. Американцы всегда тратят много денег на пропаганду своего образа жизни. Но вот научных изысканий Ашерде делает больше. Ну, занимает достаточно большую территорию. Я горжусь, что я учился там у знаменитых людей, и ученых, и праздников, и авантюристов, которые когда-то сами камни из Африки привозили. Всякое было. А еще хочу рассказать то, что я запомнил оттуда. У нас была одна преподавательница, которой невероятно блестели все ее многочисленные украшения с бриллиантами. Ну, когда-то на второй-третий день мы обратили на это внимание, спросили, она объяснила. Я их каждый день мою. Пожалуйста, если вы покупаете изделия с бриллиантами, вы потратите на это не очень маленькие деньги. Пожалуйста, мойте его. Нету специальной жидкости. Просто вода с мыльным раствором, с детским шампунем. Щеточка мягкая. Потом обязательно промыть в чистой воде. Протереть тряпочкой, которую ворсинок не оставляете. Или то же самое, сделать спиртом. Все, что растворяет жир. К бриллианту очень предстает жир. Он будет меньше блестеть. Он покажет, ой, наверное, испортился. Наверное, это не бриллиант. Наверное, мне что-то подсуги. Нет, просто его мыть надо. Есть профессиональная чистка. И когда приезжают клиенты, обязательно почистить бесплатно. Копейки стоят. Обязательно почистят их изделия. Отполируют, если это белое золото. Покроют роде. Ну, почему же не сделать такой сервис? Человек, который у тебя что-то купил. Продавец на этом заработает. Он хочет, чтобы к нему вновь пришли. у меня приклеилось. В cat PAO не какие-то страницы до конца, поэтому я ищи cloneи. 이게 огонь.